Всем приветик! Я сейчас буду готовить ужин. Понадобится фарш у меня из индейки, киндилайт. Вот такой, кстати, фарш мне очень нравится, советую. Три картофеля, лучок, овощи натираю на крупной терке. Итак, картошечка с лучком. Сюда я добавляю фарш. Теперь сюда я добавляю чайную ложку соли без горки и черный молотый перец. И хорошенько перемешиваю. И теперь накрываю крышкой. Вот такие котлетки получились. Можно добавить укропа, зелени. Котлетки очень мягкие, тают во рту. Прям классно. Ммм, вкусно. Меня сегодня угостили вот такими вот грибами. Они прям свеженькие, это вроде зонты. Сейчас мы будем с мамой их готовить. Сначала нужно отварить 15 минут. Прокипят. Добавить туда луковицу. Если она не посинеет, то если луковица будет белая сохраниться, то можно есть эти грибы. Потом их обжарим с лучком на подсолнечном масле. Будет вкусно, я надеюсь. Так что сейчас вот будем как раз пробовать, что за грибы такие. Тут я срезала лишнее. Ну и все, заливаю водичкой и ставлю на огонь. Луковица не посинела, поэтому грибы нормально, значит, съедобные. И можно их есть. Будем обжаривать дальше. Короче говоря, грибы, в принципе, были вкусные. Немного они такие резиновые, можно сказать. Но, в принципе, так ничего, кстати, на вкус. Я иногда грибы люблю поесть такие жареные, с лучком. Ну, посмотрим. Надеюсь, ничего со мной не случится через три дня. Всем доброе утро. Мне кажется, я заболеваю. Что-то как-то не очень себя чувствую сегодня. Горло немножко побаливает, насморк появился. Читала новости, хоть я и не хотела их читать, но все-таки интересно, что происходит в мире. Многие, не знаете, там написали девчонки, подписчицы, что вот нас теперь все уехали. Да кто все уехали-то? Многие остались и как бы продолжаем жить дальше. Говорят, ну вот теперь вообще выбора мало. Ну, выбора и раньше было мало, потому что достойно хороших мужиков. Их реально очень мало, но они есть. Просто будем тщательнее выбирать. Я прям легла, у меня совсем нос забился. У меня такая слабость и головная боль. Сейчас попозже померяю температуру. Пока читаю в инстаграме, что пишут, что мы все даже как-то подзамерзло дома. Что-то как-то прохладно стало. Привет, а я все-таки разболелась. Сейчас включила новости. Вообще посмотреть, что там творится. Сегодня у меня очень сильный насморк. Нос забит и голова болела почти весь день. Сейчас я читала комментарии. Дело в том, что комментарии у меня уже давно-давно закрыты. Раз в месяц я их читаю. Прочитать могу только лично я. Вы их не видите. Труд блогеров никто не уважает. Но многие, большинство считают, что это вообще не работа. Поэтому, знаете, задают мне кучу одних и тех же вопросов. Вот уже, честно, надоело отвечать на одно и то же. Просто внимательнее смотрите ролики, и там найдете ответ. Потому что все время задают одно и то же. Сидеть постоянно и читать день и ночь я не собираюсь отвечать на комментарии. Вы должны тоже ценить и уважать труд других людей. А еще с годами, да, ты понимаешь, твой характер закаляется. Когда ты пережил уже кучу говна, тебе вот эти все негативщики, вот эти комменты все, они тебе как бы вообще ни о чем. Ты не обращаешь уже внимания. Раньше я убивалась. Реально, я убивалась из-за плохих комментов. Я там чуть ли не плакала и не рыдала. Блин, мне было херово. А сейчас совсем другое отношение. Реально. Восприятие к жизни, к комментариям, вообще ко всему меняется. Всем приветик, друзья мои. Новости не очень хорошие. Я сегодня кое-как привела у себя в порядок. Точнее говоря, я неделю уже болела. И мне становилось все хуже и хуже. То есть, нет никакого улучшения. Стала понимать, что я так уже болела год назад. Абсолютно такие же симптомы. Но в итоге говоря, я моталась по врачам. И, в принципе, я и предполагала, что у меня опять пневмония. У меня еще неделю опять сидеть дома. Я тут уже с ума схожу потихонечку. Стараюсь себя занимать. Я уже кучу роликов на ютубе пересмотрела. Я пересмотрела кучу сериалов, фильмов. Кстати, вам тоже советую посмотреть обязательно очень классный фильм. Сериал, точнее, контейнер просто обалденный. Про суррогатное материнство. Про социальное неравенство. Там очень много всяких интересных проблем поднимают в этом фильме. Ну, короче говоря, он мне прям зашел. Суперский фильм. И еще жизнь по вызову. Про него я уже говорила. Там он сейчас новый. Выходят новые серии. И тоже очень мне зашел классный. Вот. Короче говоря, сегодня я закупила очередную порцию лекарств. Дозу, блин. Я уже просто целую неделю пичкаю себя разными лекарствами. Стараюсь есть побольше фруктов. Но они мне не лезут, честно говоря. Сегодня мне безумно захотелось рыбы соленой. Такого плавленого сыра. Ну, короче, какой-то странный набор. Плюс то, что я уже неделю не чувствую ничего. Неделю назад у меня начался дикий насморк. И у меня просто заложило все. Ухо, горло, нос, что называется. Реально. Очень сильно, кстати, вначале болело горло. Потом через 3-4 дня горло перестало болеть. И начался сильный кашель. Ай. Короче, опять я понимаю, что осенью начинается опять сезон простуд. Заболевания сплошные. Вирусы атакуют. Размножаются, что ли. Не знаю. Очень многие сейчас болеют. И мои знакомые, и в школах, и дети. И много-много кто сейчас болеет. И я не знаю. Я этого никогда... Ну, этого избежать невозможно. Как бы ты ни старался. То есть летом было все шикарно. На минуточку я 4 месяца не болела. Было все классно. Летом все супер. Как только начинается холода и такая мерзопакостная погодка за окном. Дожди. 8 градусов. Холодрыга. Дубак. Начинаются болезни. Ладно. Всем, кто болеет, я желаю скорейшего выздоровления. Стараюсь быть бодрячком. Хотя я сегодня уже и рыдала. И, ну, как сказать, смеялась. И когда я болею, у меня начинается жуткая депрессняк. Я себя вгоняю. Ну, занимаюсь самоучтожением. И я себя люблю погнобить. Чувствуешь себя уже неделю вот таким вот овощем никчемным. Чувствуешь себя вообще вот такой какой-то... Я не знаю даже, как подобрать правильные слова и сказать. Но вы поняли, да? Что ничего радостного, хорошего, когда не происходит. Тебе не хватает каких-то веселых и радостных, приятных эмоций. То ты впадаешь в депрессняк. Ну, реально, так и есть. У меня здесь была баночка меда, я уже слопала. Ну, точнее, половинка там оставалась. Вот. Потом, значит, лекарства. Хорошо, у меня еще из Египта остались лекарства, некоторые витаминчики. Когда у меня сильно болело горло, я лечилась гармидином. Вот лактобактерии обязательно нужно пить, так как я боялась, что опять уколы колоют. Но в итоге врач сказал, что можно вот такие вот попить таблеточки. Это антибиотик. Цификсим экспресс. Потом, значит, кашель я лечу вот этим. Ну, как-то, знаете, непонятно. Ну, вроде бы стало получше. Оренголин. Бывают приступы кашля, такие, знаете, жесткие. Но бывает такой сильный кашель три раза в день. Особенно на ночь. Ночью бывает. Просыпаюсь и не могу прокашляться. Сильные приступы кашля, короче говоря. Вот обязательно нужно пить и больше есть витаминчиков. Витамина С побольше. Иногда забываешь про то, что нужно есть побольше там апельсинов, например, лимончик. И малину, ягоды там всякое такое. Нос я промываю доктор лором. Полидексу закапываю. И какой-то у меня там еще. А, риностоп, кстати. Мне очень хорошо помогает риностоп. Когда был сильный насморк, жуткий. Он мне реально помог, и я хоть более-менее спала. Вот. Потом что тут еще? Дексарал, хлорофилипт. Это я полоскала горло, когда болела. Вот. И тут всякие вот наборы витаминчиков пью. Такие вот дела. Болеть совершенно не весело. Ненавижу болеть. Это дебилозное состояние. Это просто вообще... Ааа, хочется уже поорать на весь мир. Знаете, когда уже я выздоровлю. Уже неделя прошла, как я болею. Точнее, у меня насморк уже очень давно даже не проходит. Мне это уже состояние просто раздражает. Ненавижу болеть. Всему здоровью и желаю добра. Не болейте. Так хочется уже чувствовать себя хорошо. 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 Продолжение следует...